ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Ну, для начала расскажите нам, пожалуйста, как на сегодняшний день складывается ситуация с бытовыми пожарами на территории Рязанской области? Ну, я хотел бы в этой связи отметить, что в целом наблюдается устойчивая тенденция к снижению пожаров в этом году. Если в прошлом году было 248 пожаров, то в этом году 246 пожаров. Но, к сожалению, наблюдается снижение пожаров, а количество погибших при них увеличилось. Так, в 2016 году было 20 человек погибло за это время, а в этом году, к сожалению, 23 человека на 3 человека больше. Но также хочу отметить положительную тенденцию, что травмированных уменьшилось у нас по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что пожарно-спасательные подразделения, добровольная пожарная охрана, прибывают своевременно, оказывают помощь и спасают людей из огня. Вместе с тем, к сожалению, имеет место тенденция, так называемая, групповая гибель. Хочу привести в этой связи пример. Вот практически город Михайлов в этом месяце, к сожалению, погибло 3 человека. Кораблинский район, деревня Волков, погибло 2 человека, пенсионеры. Основными причинами это несоблюдение правил пожарной безопасности и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. В этой связи я хотел бы обратиться к населению Рязанской области, к нашим уважаемым землякам, что необходимо своевременно обслуживать печное отопление, своевременно менять трубы. Несколько есть случаев, когда из-за трубы, так называемые сэндвичные трубы, они выгорают внутри и затем переходит огонь уже на крышу. Ну и также хочу отметить, что если, не дай бог, что-то случилось, необходимо позвонить по телефону мобильному 101 или по городскому 01. Также необходимо использовать таксофоны. У нас правительством Рязанской области практически в каждой деревне, независимо от количества жильцов, установили таксофоны для связи с экстренными службами. Так вот, один из телефонов 101 или 01 на этом таксофоне можно вызвать пожарную охрану. Сергей Иванович, с наступлением теплого времени года пожарники по сотни раз обычно выезжают на тушение травы. Как ситуация в этом году? Да, действительно, в этом году пожароопасный сезон начался чуть раньше, чем в прошлом году. Так, уже у нас с 1 апреля определён, по словам правительства Рязанской области, пожароопасный период. И пожарные действительно выезжают, так скажем, даже не свойственно выполнять задачи тушения палов сухой травы. Но мы к этому готовы. Накануне проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям пожарной безопасности правительства Рязанской области, где были показаны практические действия для глав сельских поселений, для заместителей глав муниципальных образований районов, как действовать в этих случаях. Основу, конечно, это необходимо своевременное реагирование. Для этого у нас в каждом поселении имеются старосты, имеется добровольная пожарная охрана. И на вооружении имеются такие примитивные, я бы сказал, средства пожаротушения. Это хлопушки, это обыкновенные ранцевые огнетушители, которыми можно потушить возгорание травы и не допустить перехода на строения, дома, на населенные пункты. Я также здесь бы хотел обратиться к жителям нашей Рязанской области, что необходимо быть бдительными. И сейчас вообще запрещено сжигание всяких костров, всяких разведения огня. Но не дай бог, если это также обнаружили, своевременно сообщить пожарную охрану и приступить к его тушению. Насколько я знаю, для поджигателей введена ответственность. Вот в нашем регионе уже были случаи, что злоумышленников поймали и привлекли их к этой ответственности. Законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и уголовная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Ну, если по обывательски, я бы так сказал, довести, то 50 метров ближе строения нельзя разводить костры, нельзя поджигать стерню, нельзя сжигать сухую растительность. Но, тем не менее, к сожалению, во многих случаях имеет место человеческий фактор. И я бы сказал, в целом население понимает, что этого нельзя делать. Но иногда обеспеченность при отдыхе, при простом выбрасывании окурка из автомобиля или на охоте где-то, брошенная спичка или окурок может привести к большой проблеме. Тем самым предусмотрена ответственность на граждан у нас до 1500 рублей, на должностных лиц это до 15 тысяч рублей и на юридические до 200 тысяч рублей штраф. А в условиях противопожарного режима, и я надеюсь, что мы его введем уже в начале мая месяца, ожидается сухая погода, эти штрафы увеличиваются. Таким образом, с 1 апреля этого года, я бы сказал, к сожалению, уже выписано 19 административных наказаний в виде штрафа. И 10 административных наказаний на сумму до 10 тысяч рублей, это практически на каждого по 1000 рублей. Но некоторых мы предупреждаем, имеется такая же мера наказания. Кроме этого, хотелось бы отметить, что в ходе профилактических мероприятий сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы в Пронском районе, село Дубовое, это Погорелевское сельское поселение, было обнаружено несанкционирование складирования свалок горючих отходов, что является нарушением правил пожарной безопасности. И по данному факту был составлен административный протокол в отношении уже главы сельского поселения Погореловского и оштрафовано на 7 тысяч рублей. Потому как обязанность глав поселений содержать в чистоте и порядке свою территорию, они несут за это административную ответственность. Таким образом, я бы также обратился, что сейчас усилен контроль за поджигателями, а также имеет место быть простое любопытство, как сжечь траву. Вот в одном из районов, если мне понять не изменяет, в Крепиковском, бабушка, к сожалению, со внуком ходили, поджигали траву. Бабушка показывала внуку, как горит трава. Но сама получила отравление, и в свое время прибытие добройных пожарных спасли ей жизнь, а доставили в свое время в больницу. Сергей Иванович, все мы помним 2010 год со страшными пожарами. После этого у нас стали закрывать въезд в леса, нельзя теперь разводить костры в лесах. С вашей точки зрения, вот за эти 7 лет, каким-либо образом изменилось отношение рязанцев к лесу, к природе, стали ли они более бережно к нему относиться? Я бы такой вывод сделал за 2,5 года, когда я нахожусь, так сказать, начальником главного управления. И я скажу, что все-таки население у нас, тем более, всегда мы приводим примеры 2010 года и напоминаем об этом, что необходимо быть бедительными, более стали дисциплинированы в этом вопросе и ответственно относиться. Это видно и по статистическим данным по пожарам, это видно и по реагированию. Я хочу сказать, что население стало более конкретно реагировать, потому что до минимума свести или полностью невозможно так сделать, чтобы у нас не загоралась трава. Потому что есть такие причины, банальная бутылка лежит и отсвечивание от солнца нагревается и загорается трава. А вот реагирование населения стало наиболее бдительным и более быстрым. Своевременно стали по телефону 101 обращаться и вызывать пожарную охрану. Очень бдительные граждане, я им благодарен, обращаются ко мне, в органы власти, чтобы пожарные водоемы оборудовали, чтобы можно было своевременно забрать воду, также пожарные гидранты. То есть, все-таки, люди стали более бдительными и я считаю, что более, так скажем, стали относиться к мерам пожарной безопасности. Скажите, а в этом году также планируется закрывать въезды в лес на период пожароопасный, вот весенний, летний? Вы знаете, я вот сторонник того, чтобы вообще не закрывать въезды, потому что природа, особенно Рязанская область, это красивый регион. И вот мне приходится часто летать на самолете, проводить мониторинг пожарной обстановки. Вот недавно у нас вместе с временными обязанностями губернатора Николая Викторовича, мы полномочным, замполномоченного председателя президента, мы облетали территорию нашего региона, летали в КАДом, смотрели и по пути смотрели, как это все. И это прекрасная природа. И запретить въезд для населения, это, ну, я считаю, необходимо и лучше было бы, если бы мы больше проводили профилактической работы, население было бы более бдительно и не нарушало правил пожарной безопасности. А если есть возможность, развели, например, там, мангал, то необходимо с собой иметь воду, необходимо вокруг, чтобы не было сухой растительности, банально окопать, со мной иметь лопатку и так далее. Ну, а в связи с закрытием в лес, так скажем, ограничения действительно не будут. Потому что пока еще мы все-таки считаем необходимым ограничивать вот именно пожароопасный период, особенно когда будет введен особый противопожарный период, будем ограничивать. И также хочу вот напомнить населению, что будут патрули совместные, это ОМВД, МЧС, поселения. И напоминать будем, что нельзя этого делать и так далее. Но нарушители также будут, опять же, применяться меры административного воздействия. Поэтому ограничивать будем въезд, но минимально. То есть все-таки какие-то места для отдыха вы оставите для Рязан? Конечно. Мы, как правило, берем их на учет и в этих местах проводим опашку населенного пункта, опашку леса и тем самым все-таки особенно подъезды к озерам, где условия созданы для отдыха. В этой связи мы, конечно, не будем полностью ничего закрывать. Но все зависит, так скажем, еще и от условий погодных условий. Если будет сильная жара и сильный ветер, например, здесь будет жестко закрывать. И здесь уже рязанцы должны понимать, что это только делается для их блага. Слушай, Сергей Иванович, большое спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. Будем надеяться, что предстоящий весенний-летний период пройдет в нашей области спокойно. Спасибо, я надеюсь. И это с вашей помощью, с вашей профилактической работой. Средством массовой информации. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова